всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь вам показать рецепт очень простого кекса настолько простого что для его приготовления вам понадобится только венчик и духовка и все минутка рекламы спонсор сегодняшнего выпуска магазин супер посуда точка ру это огромный выбор кухонной утвари посуды ножей миксеров мясорубок бокалов и прочих причиндалов которые помогут творить на кухне если вы подумаете о подарке близким или себе любимому досматривайте ролик и проходите по ссылке в описании что особенно приятно интернет магазин супер посуда точка ру предоставляет промокод кулпро на 500 рублей на первую покупку магазине этим промокодом вы сможете оплатить до 20 процентов стоимости заказа то есть если ваша покупка на 2500 рублей вы платите 2000 из кармана и 500 промокодом если заказ на 1250 то есть два раза меньше то вы заплатить только тысячу 20 процентов покроет из этого промокода 250 рублей более внятно условия получения скидки читайте в описании ролика спасибо магазин супер посуда точка ру обычно я сижу ткнувшись комп работа работаю и вдруг появляется желание выпить чаю крепкого горячего черного чаю но заваривать лень до лентяя поэтому набулькиваю себе холодные жижи и делаю глоток и понимаю что ну гадость хочется крепкого горячего чая и с какой-нибудь сладкой штучкой при наличии двух малолетних операторов доме покупка сладостей впрок вы просто бессмысленно все съедается ровно в тот день когда сласть оказались на пороге дома поэтому меня на вооружении есть целая куча рецептов быстрых нетрудозатратных которые меня и спасают итак для сегодняшнего кекса нам понадобится размягченное сливочное масло сахарная пудра лимоны для украшения яйца ваниль или ванильный сахар или ванилин не суть важно мука ну вот ягодок всяких я пристроил они нужны они только для того чтобы украсить потом десерт на ваш вкус и все я предполагаю что если вы только не студент живущий в общаге то все перечисленные продукты у вас дома есть практически всегда поехали масло надо взбить с сахарной пудрой можно конечно и сахарный песок использовать но он только совсем мелкий вообще если у вас нет пудры лучше не поленитесь и измельчите сахар в кофемолке например разбить его в пыль тогда вот эта смесь получится гораздо более однородная а значит и кекс будет классный отлично смотрите гладкая такая смесь можно добавлять ваниль у меня ванильная эссенция но это неважно и яйца по одному и взбивать я использую в готовке яйца среднего размера поэтому и пропорции в этом ролике даю тоже в расчете как раз таки на них и это яйцо тоже надо бить в смесь кстати если у вас электрический миксер есть можно его использовать теперь ароматизация надо натереть цедры лимона и вот кстати о птичках во многих моих видео вы видели как я натираю на такой вот терке цедру мускатные орехи и прочее это микроплейн она удобна тем что у нее очень острые вот эти пластинки и всякие твердые штуки ну типа того же мускатного ореха натираются очень мелко хорошо и быстро я вообще такую терку первую свою получил в подарок от товарища он жил в америке я тогда жил в россии он мне прислал раньше в той же самой москве я их не встречал потом стали появляться сейчас наверно можно их купить уже кстати терку такого типа как и прочую посуду если нужно вы можете купить в магазине сегодняшнего спонсора и не забывайте про скидку по коду кулинарная пропаганда сразу можно лимонного сока выдавить естественно следить за тем чтобы семечки не попали в тесто они горечь дадут побольше больше лимонного сока до капли и опять перемешаю от однородности вот так ну и мы потихоньку приближаемся к завершающим этапам приготовления вернее приготовления а смешивание теста сначала в сухом виде надо размешать разрыхлитель с мукой чтобы равномерно муке распространился разрыхлитель не пищевую соду знаете почему такое замечание делаю есть на канале ролик например про маффины кто не видел щелкайте да посмотрите так вот в том ролике по рецепту на то количество продуктов нужно использовать три чайных ложки без горки разрыхлителя вы не представляете сколько раз мне приходили сообщения по поводу этого рецепта все здорово но разрыхлителя слишком много сода чувствуется начинаешь разбираться выясняется что люди вместо разрыхлителя соду положили ну ё-моё в разрыхлителе сода занимает всего лишь четвертую часть то есть люди бухают туда разрыхлителя в данном случае соды в четыре раза больше а потом удивляются что сода чувствуется ну конечно она будет чувствоваться начинаю смешивать так что кладите сюда 7 граммов разрыхлителя а не соды и перемешивайте хорошенько до духовку надо разогреть заранее до 170 180 градусов потому что тесто такого типа надо отправлять выпекаться сразу после замеса газ в нем начинает выделяться сразу после того как эта смесь увлажнена тесто при этом совершенно не вымешана то есть его размешал до однородности и все то есть глютен в муке разбухнуть не успел соответственно глютенового каркаса в тесте нет и такой тесто очень плохо удерживает газ так что как только смешали сразу же в печь что касается времени выпекания зависит от реальной температуры в духовке ну и от высоты кекса по сути от размера формы моем случае все займет минут 25 вы же смотрите по своей духовке и по своей форме по своему кексу как проверить готовность очень просто ну во первых естественно внешний вид готовить из красивый румяный а во вторых зубочистка втыкаете ее из готового кекса она вытаскивается с неналипшим тестом да то есть она такая суховатенько достается ладно пока он выпекается у меня есть время заняться различные фентифлюшками для украшения это будут взбитые сливки с мятнолаймовой отдушкой если уж кекс совсем простецкий надо хотя бы за счет дополнительных штучек подачу обыграть верно тут все просто несколько листьев свежей мяты я хочу размять с парочкой ленточек цедры лайма не как следует растереть их надо в кашу чтобы ароматы цедры смешались с мятой и добавить сока лайма конечно такой мощный аромат эта смесь дает я доложу ну просто сказка так ну пусть настаиваются а я тем временем займусь сливками у меня они жирностью аж в 35 процентов и очень хорошо охлажденные вообще чем лучше сливки охладить тем лучше взбиваются надо наверное немного сахарной пудры добавить и взбивать насчет пудры это по желанию если сливки взбивать добавлением вот этой вот штуки я имею ввиду с кислинкой соком улайма ну и с мятой то возможно вам больше по душе придется варианты без пудры но это конечно надо пробовать кому-то более сладкий соус нравится кому-то более кислый ну-ка что тут класс как по мне это идеально сбалансированный вкус есть нежность взбитых сливок легкая сладость пудры и достаточно мощный такой аромат вкус вот этот вот кислота лайма еще это свежается мятой вот вот здорово да конечно на ваш вкус вы под себя подбираете соотношение между количеством сока лайма и мятой и пудрой мне нравится когда он более кислый чем сладкий но в принципе это классно ладно что собственно говорите сливки трескать все выпекается мне надо подождать когда все будет готово а вы пока можете пройтись по основным этапам готовки все готово а вы все готово вот такой кексик надо располосовать он очень нежный очень рассыпчатый прям красота и сюда эту сладкую парочку сверху немного сахарной пудры и надо как-то украсить хотя украшальщик меня конечно признаться честно просто вот ужас ладно выдавлю этих самых взбитых сливок это плохо не формируются ну ладно будет такие четыре кучки и свежий инжир специально закупленный красивые черт возьми какой красивая так и ягодки ежевики приклею сливками вот в таком варианте будет лучше красота вот такая десертная тарелочка получилось нет конечно когда я готовлю для себя этот самый кекс я никакими этими взбитыми сливками прочим не заморачиваюсь просто кексик быстренько испекся чип у себя налил бабахнула все но вам для красы такую подачу устроил давайте пробовать ну давайте вот этот кусочек смотрите какой нежный знаете в чем прелесть он получается очень воздушный очень рассыпчатый просто как пух с легкой сладостью достаточно ярко выраженной кислотой лимона ароматом лимона цедры просто класс просто класс ну давайте инжирину тащу не такой соус такие взбитые сливки сочетаются просто прекрасно потому что инжир на мой вкус избыточно сладок вот эти сливки с соком лайма кислят так и получается очень яркое сочетание великолепно можно было сюда еще парочку листиков мяты положить было вообще здорово ну черничную утащу просто класс просто класс ну что берите рецепт этого кекса на вооружение очень вам советую просто быстро быстро классно но конечно углеводно и жирно хотя сам по вкусу не возникает от него ощущение что он жирный это классный кекс и это классный рецепт спасибо вам за активность на канале ставьте лайки и дизлайки комментируйте обязательно пишите свои варианты ваших быстрых рецептов интересно всегда узнать кто что готовит спасибо вам за компанию и всем пока спасибо вам за просмотр!